Пошелестим? Дом на Крутицкой на три дня окунулся в атмосферу 19 века. В Иванове состоялся первый межрегиональный фестиваль творческих объединений «Шелест». Современная молодежь, переуплотившись в изящных дам и галантных кавалеров, приняла участие в светском бале. Когда ты только приходишь, можно сказать, тебя вырывают из 21-го столетия, где все совершенно по-другому. Приходится учить правила этикета, приходится осваиваться в этой обстановке, вести себя соответственно. И это очень сильно меняет мировоззрение в том числе. На приглашение принять участие в столь необычном для нашего города мероприятии в первую очередь откликнулись студенты вузов. Немногочисленные гости, которые в этот день заглянули на огонек, узнали, чем интересовалось светское общество. Как общались, как коротали свободное время, как признавались в любви и как уложили конфликты. Мы знакомим, чем жило светское общество. Поэзия, фехтование, что было честь превыше всего, а как же без нее. Как общались, да, смски 19-го века. Там же и же не было, были, писали записки, любовные, деловые. То есть это все вот показать, вспомнить, ведь это очень значительный пласт нашей культуры. Ни один вечер жизни светского общества тех времен не обходился без карт. С колодой в руках мужчины проводили все ночи напролет. Винт, вист, бридж, преферанс. Игра в карты представляла своего рода интеллектуальный поединок. Кто-то на этом зарабатывал, а кто-то проигрывал целое состояние. Что было на кону, зависело от вида карточной игры. Конечно же, если это азартные, это деньги, безусловно. Играли по разуму, бывали сразу, иногда даже в долг. То есть коммерческие, это, конечно же, уже такие более детские. Это щелбаны в лоб, допустим. Вот все в таком духе. Именно эти, мне кажется, и отличались. Коммерческие они больше как-то для такого семейного уюта. А вот азартные, это уже такая модель более сложная и запретная. Представительницам прекрасного пола во время фестиваля рассказали, как можно своими руками из подручного материала сделать веер. Занятие это простое и, как оказалось, увлекательное. В ход шло не только кружево и цветные ленты, но и одноразовые пластиковые вилки. Пока ученицы перенимали опыт у мастериц, девушкам поведали о том, как веер стал языком общения сначала в Испании, а потом и во всем мире. Молодым людям очень хотелось общаться друг с другом. Поэтому они с помощью веера придумали свой язык, на котором они могли общаться, то есть какими-то знаками, жестами, движениями. Они подавали друг другу, говорили хорошие слова, комплименты, назначали встречи. Вот и этот язык в конечном счете он перешел во все страны, проник, и также пришел в Россию. При помощи веера юные при лестнице кокетничали, выражали свое чувство по отношению к противоположному полу и даже назначали свидание. Количество ударов пальцем по одному из лучей веера символизировал день недели и час свидания.